Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляо-Ян, 26 июня От 14 госпиталя проехать еще сотню сажений, и мы в 13-м Здесь конец всякому жилью Дальше уже окопы, укрепления Сбоку китайская деревушка Ни одного каменного или железного здания Только палатки с двойными крышами на цементном полу Да дощатые бараки, где аптека, лаборатория, помещение докторов и сестер Все очень бедно, все очень мизерно даже Но таких прекрасных и гигиенических условий я не встречал нигде Здесь довольно высокое удаленное место Воздух кристаллически чист Были ливни, но благодаря цементному полу в палатках никакого намека на сырость Больные удивительно быстро поправляются Смертные случаи были? Ни одного Мы посидели в бараке С.А. и его товарища Такие же кровати, как и у больных Пол из грубо сколоченных досок Парусиный барак разделен доверху А там что? Сестры Почти просвечивает Как же иначе? Это все, что имеем Вы тоже еврей? Да Мы прощаемся с С.А. его товарищем И я уезжаю Я в последний раз смотрел на этот тринадцатый госпиталь На его палатки чистенькие дорожки Все так просто, но так уютно, чисто В этом маленьком, заразном и ко всему тринадцатом госпитале Из Ляояна Десять дней я был в постоянных разъездах Был в Ляндансане Несколько раз в Дашичао Инкоу После дела 26 июня близ Гайчжоу Ждали со дня на день сражения близ разъезда Солянова В восьми верстах от Дашичао Мы укреплялись Готовились дать отпор Но в то же время вывозили склады из Дашичао Вдоль линии железной дороги Непрерывным следом тянулись китайские арбы С русскими солдатами Вместо китайцев-погонщиков Вместо вожжей у солдата кнут И он, стараясь подражать китайцу Издает горловые звуки Но, потеряв терпение, соскакивает И уже на ходу вытягивает ленивую запряжку кнутом Бой 26 июня, говорят специалисты Останется в истории как редкий, если не единственный бой Который велся по всем правилам арьергардного боя Генерал Штакельберг лично руководил боем И все время был в огне Шрапнельный огонь японской артиллерии Несмотря на 200 выпущенных снарядов Убил только одного офицера генерального штаба Графа Нирода И то уже после того, как бой считался законченными Граф Нирод, сидя, писал до сидения 29 июня, так написано, угарено В тех же местах было небольшое разведочное дело Ранен в нем всего один человек Шрапнелью Студент-медик Тараканов Характерно это дело в том отношении, что показывает, как важна выдержка в современных боях Рассказываю вам со слов доктора Красного Креста, пользующего Тараканова Решено было напасть врасплох на небольшой японский отряд Была снаряжена рота со скорострельной пушкой и 50 охотников Охотники впереди цепью, чтобы высмотреть противника Между ними вызвался и студент Тараканов Долго они ползали по сопкам, нигде не находя противника Когда, наконец, взобравшись на одну из сопок Увидали притаившийся японский отряд из пеших и конных Сейчас же одного отрядили к роте, а остальные продолжали наблюдать Японцы были у них как на ладони, не подозревая того, что они уже открыты Рота, между тем, осторожно приблизилась И, спрятав орудие в складках местности, открыла орудийный огонь Было прекрасно видно, как первая шрапнель разорвалась И восемь всадников, много лошадей, упали Видна была поднявшаяся тревога И второй наш выстрел неизвестно откуда Но в это время один из солдат в цепи охотников не выдержал и выстрелил Сверкнул огонек и открыл японцам, где неприятель И посыпались пули, шрапнель Первым же выстрелом был ранен тараканов Цепь и отряд поспешно отступили, унося на плечах тараканова Тараканов может считать себя все-таки удовлетворенным В том смысле, что видел неприятеля Один же раненый офицер, которого возили в Россию, жаловался мне Вот ранен, а так и не удалось увидеть ни одного японца Стоишь перед чистым местом Горы, сопки Вдруг пыль что-то сверкнула около тебя И поезжай уже домой И конец войне Неприятеля не видел Ранен где-то под каким-то ванзапудзе Да и ранен, как видите, в такое место Спрашивали одного полковника казачьего Который здесь с полком уже месяц Был в двух делах Японцев видели? В Дашичао поймали одного? Видел После 22-го ничего серьезного не было под Гайджоу Японцы успешно окапывались Мы тоже готовились, ожидая со дня на день боя И все это время наши японские войска передвигались Меняли позиции, перемешивали умышленно части С целью, конечно, затруднить противной стороне собирать сведения Тем не менее, и мы, и японцы сведения эти все время получали Другой вопрос, насколько верны были эти сведения Сегодня у японцев на дивизию больше у Гайджоу Если к ночи нам поспеют подкрепление, то Дашичао не отдадим Приходило завтра, послезавтра И все было тихо и неопределенно Прилетела вдруг откуда-то весть о гибели 28 тысяч японцев под порт Артуром Еще не было никаких телеграмм, но все уже знали И никто не мог указать источника Знали и верили и не верили Фугасами взорвали Ерунда, фугасами можно 50-100 человек взорвать Пришла телеграмма из Чиефу от двух наших консулов И Лиссар подтверждает, что около 20 тысяч Но чего же нет официального подтверждения? Курьер, очевидно, перехвачен Потом слухи затихли, и никто им больше не верил Третьего я уже опять был в Дашичао, где генерал Мищенко обнаружил, что вплоть до Гайджоу неприятеля больше нигде нет Узнали, что в Гайджоу была посадка войск на суда И потому ждали занятия Инкоу Ждали четвертого и пятого и послали туда подкрепления Ждали по утрам около восьми часов с приливами Я был в это время в Инкоу, выезжал на катерень, на взморье, но нигде, на горизонте никаких судов не было Наш Сивуч ушел вверх по Ляохе Вечером в пять часов уже в Дашичао говорили все, что полторы дивизии японцев сели на суда и ушли в порт Артур на пополнение выбывших из строя Значит, верно, что 20 или 28 тысяч японцев уничтожено? Нет никакого сомнения И уход японцев в порт Артур – лучшее доказательство А 6 июля в Дашичао уже говорили о вчерашнем бою у генерала Гершельмана Мы отступили, но бой хвалили, хворили и Гершельмана Его донесения всегда верны Мы отступили в порядке и положили много японцев Заговорили об общем наступлении армии Куроки Одни верили, другие нет Куроки пробирается в Мукден Никуда он не пробирается, а щиплет так, чтобы дать время оку расправиться с порт Артуром По-вашему, что же, порт Артур возьмут? Надо быть ко всему готовым А если порт Артур возьмут, куда уйдет флот? Никогда порт Артур не возьмут! Сегодня генерал Величко, я сам слышал, говорил, что порт Артур неприступен По-моему, надо двумя корпусами идти сейчас же на выручку порт Артура Но ведь уже ходили! Ну и что ж, что ходили? Начинается спор И сторонники, и противники движения на порт Артур в доказательствах опираются на бой под Вафангоу 2 июня Если оглянуться назад, ко времени моего приезда сюда, в половине мая Когда с минуты на минуту ждали, что мы бросим Ляо Яна и сравнить с теперешним положением По-моему, сделано много Чтобы сделать остальное, нужна сила Настоящая реальная сила В 500 тысяч человек армия Если к осени мы не будем иметь эту силу Нас ждет лишний год войны Это я уже высказывал, и теперь, оглянувшись, говорю еще более убежденно Японцы – очень и очень серьезный враг Я лично убежден, что у них теперь уже армия близка к 500 тысячам человек За это говорит логика вещей Еще в 16-м столетии каждая воюющая сторона в междоусобной войне Легко собирала по 300 тысяч армии Это факт Теперь, когда эта нация имеет 45 миллионов населения Когда вся как один воодушевлена Когда никто не отвергает их боевых способностей Я никогда не поверю, чтобы они могли выставить только 300 тысяч Конечно, истину они скрывают и умеют ее скрывать Умеют и внушать то, что им выгодно Турецкая война показала, как невыгодно Не выбрасывать на театр военных действий сразу большие армии Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений, том 6 Петроград, издание «Товарищество Маркс», 1916 год Петроград, издание «Товарищество Маркс» Петроград, издание «Товарищество Маркс»